Здесь останавливаются перелетные птицы. Сегодня остановились мы. Заблудимся в ароматном лесу. Заберемся на гору в поисках древнего города. И говорят, что им уже более двух тысяч лет. Выясним, что общего у Каякента с Османской империей. Это сколько лет я должна? Ой, прощай. Ну, это же сразу так не научишься. Устроим дрифт. Это Дагестан туристический в Каякентском районе. Благодарим спонсоров нашей программы. Ресторан «Гюлистан» в Дербенте. Сегодня Дагестан туристический чувствует себя, как в той песне, где это между морем и небом, прошлым и будущим. А настоящее в этих краях не менее прекрасно и увлекательно. Мы в Каякентском районе. С вами Малика Курбанова и Кахриман Шахбанов. Район привлекателен своим расположением на побережье Каспийского моря. Общая протяженность береговой линии 48 километров. Но за самым интересным поднимаемся вверх. Вы могли проезжать у подножия этой горы и даже не догадываться, какую тайну она в себе хранит. Снимаемся на территорию средневекового городища. Чукают. Подъем очень и очень сложный. Буквально вот в тех местах приходилось покарабкаться по козьим тропам. В этом, возможно, здесь очень красиво. Думаю, эти виды, ну, здесь, да, виды, конечно, впечатляют. Нам обещали, что мы здесь увидим древние колодцы. Говорят, что на той территории проживали богатые жители села. Отсюда открываются виды на весь Каякент. Самое удивительное на территории этого средневекового города вот эти колодцы. И говорят, что им уже более двух тысяч лет. Об этом свидетельствуют археологические исследования. Их здесь 23. В них могли хранить воду или продукты. Городище Чакавюрт существовало здесь тысячи и тысячи лет тому назад. И говорят, что все еще здесь находят изделия из бронзы. В переводе с кумыкского Чока означает «зеленый орех». Несмотря на то, что здесь очень холодно и ветрено, ну, как-то спокойно и умиротворено. И чувствуется, что земля, от нее прям энергетика другая. Ресторан «Гюлистан» радует своих гостей широким ассортиментом блюд кавказской, восточной и европейской кухни. Изысканным интерьером, уютной атмосферой и живой музыкой. Идеальное место для проведения свадебных торжеств и корпоративных вечеров. Продолжение следует... Дагестан туристический за свою историю повидал немало удивительных мест. И одно из самых впечатляющих – озеро Аджи-Папас. И даже если вы – не любитель рыбалки и противник охоты, здесь можно просто наслаждаться природой и этой бесконечной водной гладью. Здесь опытные рыболовы соревнуются на звание лучшего. Гости устраивают дрифт на квадроциклах. А любители поесть постигают высокую дагестанскую кухню. В Каякенском районе не только история, достопримечательность и потрясающая природа, но еще и своя уникальная и неповторимая кухня. И говорят, что таких блюд, как здесь, не готовят больше ни в одной другой народности Дагестана. Больше всего заинтересовала на столе вот эта вот халва. Это у нас чего? Это делает только в селе Каякент. К нам приезжал президент ассоциации шеф-поваров Сербии, и он хотел узнать рецепт этой халвы. Но наши умелицы отказались вообще говорить рецепт, потому что его нигде больше в мире не делают. Он делается из яичного белка, орехов и с виноградного сиропа. А вы решили сейчас рецепт выдать? Нет, ну рецепт-то знаю, но там пропорции, это все, технологии в секрете. О том, насколько вкусная была халва, останется за кадром. Мы верим, что такую готовят только в Каякентском районе и по старинному рецепту. А относительно остальных блюд на столе могут возникнуть дискуссии, например, чей чудо из тыквы или зеленью. Поэтому приступим к самому бесспорному варианту. Дегустацию начнем с этой рыбки, белый амур. И все блюда здесь нужно кушать руками. Да, вот мне подсказывают, что блюда этой кухни нужно есть только руками, чтобы почувствовать все прелести. И вкусы, да? И вкусы, да? Ммм, очень вкусно. Изучать фауну этих мест можно, не выходя из кафе. Здесь представлен зоологический уголок из чучел животных. Озеро Аджипапа – самое крупное лагунное озеро в Южном Дагестане. Здесь останавливаются перелетные птицы. Сегодня остановились мы. И рыба, кстати, которую мы недавно пробовали, обитает именно в этих водах. Площадь водноболотных угодий – более тысячи гектаров. И несколько лет назад вся эта потрясающая картина могла исчезнуть в связи с экологической катастрофой. Озеро почти высохло, но благодаря неравнодушным людям восстановлены шлюзы и каналы, запущенные мальки толстолобика, белого амура, зеркального и венгерского карпа. Аджипапа – территория остановки и гнездования различных видов птиц. В определенное время года можно встретить белых лебедей, уток, розовых фламинго и кучерявых пеликанов. И здесь находят приют краснокнижные птицы. Гостиница «Сизон» сегодня одна из самых популярных и востребованных в Дербенте. Расположена на первой береговой линии с видом на море. Здесь представлены номера от эконом до люкс-класса. Также имеются апартаменты с собственной кухней. Гости высоко оценивают сервис и возвращаются сюда в ночь. Я основатель компании «Антеком». Наша компания занимается повышением доходов гостиниц. Гостиница «Сизон» – это наш ключевой объект, на котором мы отрабатываем последние маркетинговые технологии, а также обучаем персонал для других гостиниц, с которыми мы сотрудничаем. Если рассматривать конкретно октябрь, то туристов в октябре примерно 5 раз меньше, чем, например, в августе. Но в рамках нашей гостиницы, к примеру, у нас загруженность составила 88%. В принципе, это неудивительно, поскольку гостиница «Сизон» среди 290 гостиниц «Дербента» на данный момент занимает первое место по популярности, согласно рейтингу от «Яндекс.Бизнеса». Во-первых, в отличие от большинства других гостиниц, мы полностью соответствуем нашей официальной классификации. Мы и по безналу корректно работаем, и банковский эквайринг имеется, и круглосуточная работа ресепшена, заключенный договор с Росгвардией. Плюс у нас здесь на территории постоянная охрана, благодаря чему туристы чувствуют себя в безопасности. Турагентство оценивает нашу высокую работу и хотят преимущественно с нами работать. Местности, на которой мы сейчас находимся, более 5000 лет. Об этом свидетельствуют археологические находки. Селение Утамыш в переводе с кумыкского означает «святое место». В это село приезжают мусульмане даже из стран Ближнего Востока и Средней Азии, чтобы совершить паломничество к святым местам и могилам. Здесь находится мавзолей или по-арабски Мазар Халватлар, где похоронены 17 проповедников ислама, начиная с середины 8 века. 18-я могила принадлежит женщине, которая долгое время ухаживала за зияратом, то есть святым местом. Двери этой мечети никогда не закрываются. Не только в Каякенском районе существовала традиция. Девушка готовила сама для себя приданное. Невеста из Каякента старалась соткать самый красивый ковер, чтобы он радовал, оберегал и украшал ее новый дом. Каждый дагестанский ковер уникален по технике исполнения и в них опыт поколений многих мастериц. В ковродельческом искусстве народов Дагестана есть еще и отдельная категория ковров. Их называют каякентские паласы. Палас в Каякенте не просто украшение дома. Он сопровождал человека со дня рождения. Это был первый подарок. По ним определяли и достаток в семье. Чем больше в приданном невесте паласов, тем богаче считалась семья. Сегодня ковродкачеством мало кто интересуется. И технология изготовления каякентских паласов могла остаться в прошлом, если бы в центре традиционной культуры не возродили народный промысел. Началось все со старинного станка, найденного в доме местной умелицы Хаджат Тимирбековой, известной своим мастерством. Когда я училась в школе, в 74-м году, в 75-м году я была в 8-м классе. Мама меня научила вот это ткать палас. Я работала несколько лет своей мамой и ткала, и оставила, больше я не ткала. Она сама. Вот наши бабушки, прабабушки, наши мамы ткали. Раньше у нас было здесь, комбинат был, ткали наши мамы, бабушки, комбинат, они работали. Они на полях тоже работали, вечером вот эту паласу ткали они. Это было время, когда каждая невеста должна была соткать сама себе ковер? Да, у меня 5 было. Вы сами себе? Да, я сама себе. И вы шли там уже со своими коврами? Да, со своими паласами. И у меня 5, к 6-м мы были, я им тоже ткала, конечно. И продала ткали. А сколько было тогда лет? Мне? До 10-го класса я ткала. Получается, совсем чуть-чуть маленький девочек. В 8-м классе, да, в 8-м классе, в 9-м, в 10-м классе. А вот сейчас в селении сколько мастериц? Мастериц. У нас есть мастериц, но молодые нет. Молодежь. Так, да, картиночка становится ясной. Ситуация у меня проясняется потихонечку. Лишь, потихонечку, бери. Это сколько лет? Это сколько лет я должна сказать? С этой стороны. Ну, это же сразу так не научишься. Конечно. Это с виду кажется, что все так просто, а на самом деле все очень сложно. И еще здесь нужно иметь терпение. Конечно. Ты уже туда пошла. Назад. Каякенские ковры уникальны не только методикой исполнения, но и неповторимым орнаментом. Узоры на паласе – отражение восприятия мира. В них могла быть соткана история рода. И на первый взгляд обычный орнамент оказывается символом со своим значением. Они зашифрованное послание, и не каждая опытная мастерица может их сегодня прочесть. Как рассказывают умельцы, подобные узоры можно встретить только на турецких паласах. И существуют они со времен Османской империи. Каякенском районе есть еще одна изюминка. Можно вот так часами ходить по этому лесу, обогащать организм кислородом и наслаждаться всей палитрой красок. Надеемся, вам понравилось наше сегодняшнее путешествие, и вы вместе с нами открыли для себя много нового. Это был Дагестан Туристический. До новых встреч! Дагестан Туристический. До новых встреч!